Большое спасибо жюри за эту победу, потому что действительно с одной стороны Санкт-Петербург Это международный туристский центр мирового уровня, который известен на российском и на международном туристском рынке Но с другой стороны, прежде всего, это профессионалы индустрии гостеприимства, профессионалы гостиничной сферы Которые многие годы создавали этот ресурс, этот образ гостеприимного современного международного туристского центра Который сейчас у Санкт-Петербурга, несмотря ни на какие проблемы, связанные с закрытием границ, связанных с ограничением международного туризма Сохраняется за счет того, что сохраняются профессионалы туристской сферы, профессионалы гостиничной сферы, профессионалы индустрии гостеприимства Это главная основа успеха Санкт-Петербурга на международном туристском рынке На отеле всех категорий, от малых отелей до независимых российских отелей, международных гостиничных сетей Действительно не просто работают в Санкт-Петербурге, но работают на самом высоком мировом европейском уровне индустрии гостеприимства В соответствии с самыми высокими мировыми стандартами Это особая школа, школа Санкт-Петербургского гостеприимства Она формировалась в десятилетия И вот опять же мы многое в Ростуризме обсуждали Что сейчас главное в нашей индустрии Это костяк отрасли Это те люди, которые сейчас в зале присутствуют Кто помогают Ростуризму Еще раз хотел бы поблагодарить команду Ростуризма за то, что уделяют большое внимание И вот не опускают руки и продолжают что-то делать И уделяют большое внимание и гостиничной сфере, и индустрии гостеприимства Мы всегда готовы помочь, мы всегда готовы быть рядом Большое спасибо Российской гостиничной ассоциации Что и жюри профессионально задает много вопросов И действительно мы соревнуемся, действительно мы готовимся, действительно мы стараемся быть лучшими Наша индустрия выставит, выживет и будет дальше развиваться, я в этом уверен Спасибо всем, спасибо Произошло начало ограничительных мероприятий, связанных с закрытием границ Сначала отдельных стран, потом всех международных границ Это произошло, к сожалению, как раз на взлете накануне высокого туристского сезона И практически международный туризм Санкт-Петербург потерял А я напомню, что это чуть более половины всего туристского потока Санкт-Петербурга По итогам 2019 года в городе побывало более 10,5 миллионов гостей, туристов Из них половина российские туристы, российские гости Примерно половина иностранные визитеры, которые чуть более высокий средний чек имели Но чуть более короткое пребывание в Санкт-Петербурге Но однако же международный туризм закрылся в апреле-марте И практически январь получился в этом году пиком высокого сезона Так сложилось из-за пандемии И, конечно, большие недозагрузки инфраструктуры Связаны прежде всего с отсутствием иностранных гостей Потом с тем, что в Петербурге отменились опять же во время высокого сезона И это продолжается, к сожалению, сейчас практически все международные российские деловые мероприятия От Петербургского экономического форума до Петербургского культурного форума Который должен был пройти сейчас в ноябре Делового туризма тоже в этом году как такового практически не было Инсентив туризма не было Культурно-познавательный туризм, к сожалению, работает с серьезными ограничениями И сейчас посещаемость музеев ограничена Это наши главные мировые всемирно известные туристские магниты Детский туризм, как известно, тоже серьезно был ограничен Практически индивидуальные самостоятельные туристы Сейчас делают загрузку инфраструктуры туризма в целом Инфраструктуры гостеприимства в Санкт-Петербурге И если в прошлом году, я уже говорил о цифрах статистики, но средний чек гостя в Санкт-Петербурге составлял около 36 тысяч рублей То простой рихметический подсчет говорит о том, что в экономике города в прошлом году туристы оставили более 360 миллиардов рублей И российские, и и иностранные Это был большой сегмент городской экономики в прошлом году Эти деньги это примерно 4-4% ВРП города Это очень существенно даже для такого разнообразного по своим предложениям города, как Санкт-Петербург Если говорить про экспорт, это 12% всего экспорта Санкт-Петербурга И около 44,5% несырьевого, неэнергетического экспорта города Это были очень хорошие рекордные показатели прошлого года И вот 4,4% ВРП, ну так для сравнения, это примерно столько же, сколько строительства в Санкт-Петербурге Утрасоль строительства более видна, туризм, гостеприимство более мультипликативно Но, однако же, это большое количество людей, которые работают в индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге Опять же, несколько цифр, около 100 тысяч людей занято в гостиницах и туристских фирмах, туристских организациях Это прямая занятость Высокий сезон, который в этом году получился таким ограниченным Возрастало это количество до 300 тысяч работающих человек А в целом, своими доходами, так или иначе, с индустрией гостеприимства Связаны, по нашим оценкам, по оценкам экспертов, до 500 тысяч работающих петербургцев Это имеется в виду и транспорт, и общепиты, смежные сферы, которые тоже во многом зависят от туризма Поэтому, с одной стороны, город, конечно, много потерял С другой стороны, эти возможности все-таки сохранились Индустрия гостеприимства в Санкт-Петербурге очень высокопрофессиональная Одна из лучших в стране Это было заложено еще в советские времена И за последние 20 лет сформировался абсолютно профессиональный кадровый состав в отрасли в целом Это наша главная задача, чтобы этот состав сохранился Чтобы все-таки, когда пройдут пандемические ограничения Санкт-Петербург смог и дальше оставаться туристским центром, туристской столицей Международным туристским городом, каким он и создавался Я не буду говорить подробно о федеральных мерах поддержки Которые очень сильно помогли и индустрии туризма Санкт-Петербурга И, конечно, мы очень хотим, чтобы они продолжались и дальше Потому что, как я уже говорил, поток в таком большом туристском центре, как Санкт-Петербург Не восстановится быстро Это очевидно Но мы не знаем, когда откроются международные границы Мы не знаем, когда возобновятся деловые мероприятия Ну, наверное, этого не знает никто Потому что в мире все крупные туристские центры столкнулись с этим вопросом Кто вышел, поднялся, тому больнее падать К сожалению, и в туризме это правило, в общем, работает Поэтому основные федеральные меры поддержки были востребованы в городе Мы приняли свои решения Мы первые вошли в маркетинговую программу Одни из первых реализуемые федеральным агентством по туризму Я хочу сказать, что это большая возможность, которую нам дал Ростуризм Даже в сложные пандемические времена ограничительные Все-таки свою активность сохранить И мы проводили вокруг кэшбэка и в связи с кэшбэком Очень много информационных небольших мероприятий Вместе с нашим профессиональным сообществом И готовим еще и дальше маркетинговую программу Санкт-Петербурга Связанную в том числе и с кэшбэком Потому что главная, основная задача Это все-таки сохранить загрузку хотя бы на уровне операционной деятельности Сейчас она 20-30% В августе удалось частично как бы возместить потерянный сезон К активным приемам российских гостей в Санкт-Петербурге Сейчас как бы сезон несколько другой Но все равно индустрия продолжает работать Что касается городских мер поддержки Помимо маркетинга, я считаю, что это очень наша большая общая задача Из индустрии гостеприимства Потому что главное, чтобы туристы были Потому что если не будет гостей Никакие меры поддержки не заменят Самое главное – это работа отрасли Но однако же и налоговые льготы в части налога на имущество Налога на землю Это те налоги, которые в распоряжении субъекта Федерации города Санкт-Петербурга И материальные меры поддержки И кредитные линии Они были приняты сразу в Санкт-Петербурге Сейчас они, в частности, льготы 50% по налогу на имущество Продлеваются и на следующий год Потому что мы понимаем, что пока не будет восстановления международного туристского потока В полной степени внутренний туризм Причем в таком ограниченном формате Без делового, почти с ограниченным организованным туризмом Нам потери пока не отыграть Поэтому все, что можно, мы делаем Обсуждаем с индустрией гостеприимства С туристскими организациями Наши предложения слышат Мы работаем Продолжение следует...